Видео создано при поддержке музыкального магазина «Динатон» и студии звукозаписи «Аркус Рекордс». Всем привет, с вами снова Скриппа. Сегодня мы будем разбирать песню «Sweet Dreams». Она не Мэрилина Мэнсона. Сразу скажу, Мэрилина Мэнсона сделала кавер на эту песню. Я разберу, скажем так, гибрид Мэрилина Мэнсона и оригинала. И мы сыграем этот гибрид, поэтому перед тем, как начать подробный разбор, давайте вы посмотрите наш мини-кавер, где Дэнчик поет. Я играю, все как обычно. Погнали! Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это во время того, как начинаются слова То есть то же самое, что мы играли от пятой струн Играем от шестой Тут, возможно, будет сложно зажимать мизинцы на восьмом ладу, но лучше делать именно так. Или можете не играть с приглушением, играть так же, как и вступление со слайдами. Припевов тут как таковых нет, есть проигрыш, который играется на четырех аккордах. На четырех квинт-аккордах. Квинт-аккорд соль диез, то есть джи диез. Аккорд соль. Джи. До. С. И фа-ф. Соответственно, играется ровными долями. Если смотреть на оригиналы, если смотреть на Мерлина Мэдсона, то там не все так ровно, как играем мы. Но вы же умненькие, все сами допрете. Играем каждый квинт-аккорд по восемь ударов вниз. И еще доигрываем два аккорда изначально. И заново переходим на риф. То есть такие вот проигрыши на четырех квинт-аккордах. Также, если вы не хотите играть куплет рифом, то можно сыграть его на квинт-аккордах. Получается там квинт-аккорд. До, соль диез и соль. Первый аккорд восемь ударов. Второй и третий по четыре удара. Еще в оригинале, не знаю, как у Мэнсона, но в оригинале еще есть такой бридж или проигрыш, опять же очередной. Скорее, бридж, который играется на двух аккордах до минор, то есть С, М и Ф, то есть Ф. Просто проходимся по струнам вниз. То есть все понятно. Также, если говорить о второй гитаре, которая играет партию, скажем так, самого оригинала. Она играется вместе с рифом, дополняя его. То есть вот этот вот риф, он в принципе басовый, его переложили у Мэнсона на гитару. И если брать оригинал, то можно сыграть в дополнение еще вот эту вот часть на гитаре. Играется это на третьей, четвертой и пятой струне. Начинаем мы с четвертой струны на десятом ладу и играем. Остановка небольшая и продолжаем заново по кругу. Играет музыка. Итак, на этом все. Песня очень известная, песня старая, но тем не менее очень круто уметь ее играть. Поэтому я желаю вам удачи в изучении этой песни. И пишите в комментариях какие-нибудь другие песни, которые вы хотели бы увидеть на разборе. Очень странно сказала, но в принципе все понятно. Также предлагайте, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. И там можете в личные сообщения тоже песни предлагать. На этом все. С вами была Скрипа. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!